Библейский портал экзегет.ру представляет 110-й псалом. 110-й псалом, с одной стороны, напоминает богослужебный гимн, благодарственную песню, а с другой стороны, в нем явно присутствует понятие, связанное с литературой мудрости. Об этом говорят такие слова, как «поящийся Бога», «мудрость», «правовые термины», «завет», «суд», «заповеди». Ну а на всякий случай для тех, кто смотрит данную лекцию в записи, напомню, что запись стала доступна благодаря порталу экзегет.ру, а нашу беседу мы ведем из Московского Срединского монастыря. Кроме того, в 110-м псалме присутствуют воспоминания о великих чудесах, явленных в избавлении народа от плена. Псалмопевец является либо лидером религиозной общины, который руководит народным собранием, либо каким-то учителем, наставляющим своих учеников. В силу близости к 111-му псалму, некоторые исследователи считают, что за обоими текстами стоит рука одного и того же автора. Псалмопевец является по форме акростихом, в котором каждая смысловая единица, каждое три-четыре слова, последовательно начинается с каждой из 22 букв еврейского алфавита. К сожалению, современное деление текста в иностранных и русскоязычных изданиях, которые видят в данном псалме 10 стихов, не передают нам видимость этой библейской поэзии, зрительной поэзии в виде акростиха. Поэтому, чтобы увидеть этот акростих, нужно условно первые восемь стихов по общепринятому теперь делению текста разделить на две части каждой, а каждую из двух последних строг на три части. Акростих передает тексту порядок и дает ощущение некой полноты освещенности темы. И, следовательно, в последовательности этих букв мы для себя убеждаемся, что никакая строчка не была со временем утеряна и ничто не было впоследствии дописано или вставлено в изначальный текст. Рассмотрим последовательно стихи данного псалма. Псалм начинается с призыва восхвалять Бога всем сердцем. Вряд ли совет праведных и собрания следует рассматривать как два типа народных собраний. Скорее всего, речь идет о собрании народа Божия в храме. Великие дела Господня из 2 стиха по отношению к людям. Это великие дела по отношению к людям, а не к природе. Хотя конкретные дела здесь не упоминаются, не перечисляются, но многие из них описаны в исторических книгах Ветхого Завета и в русском переводе, обозначенных словом «чудеса». Таким особым делом был выход евреев из Египта, когда Бог спас свой народ из руки врагов, из руки притеснителей. Слово «вожделенный» из синодального перевода тяготеет к соответствующему причастию греческого глагола «искать» из септуагинты. В еврейском же тексте также стоит причастие от глагола «искать» — «дараж», но его лучше было бы перевести как «искать знания», по-другому «изучать». Таким образом, буквальный смысл древнеерейского текста тяготеет к следующему прочтению. Все любящие чудные дела Господня поучаются в них. Дела Господа раскрывают для людей Его славу и красоту. Он всегда верен в себе. Он всегда добр к людям. Его доброта длится вечно, как вечен Его завет. Его дела являют Его праведность по отношению к бедным и угнетенным. Щедроты Божии изливаются на народ не в силу каких-то заслуг народа перед Богом, а в силу того, что Бог по природе милостив и щедр. Он дает пищу боящимся Его. Маловероятно, что поминаемая здесь пища связана с чудесной манной, которую Господь питал в пустыне народ на протяжении многих лет. В реальности Бог питал манной и перепелами, и тех, кто безропотно за ним шел, и тех, кто все время по дороге ворчал. Боящиеся Бога – это те, кто уважает Его заповеди, помнит и поучается из уроков истории, испытывает пред Богом благоговейный трепет. Сила Божьих деяний была явлена в завоевании ханаанской земли, когда народ унаследовал чужие владения. Он показал своим людям, насколько он силен. Силы Божьи израильтяне победили более сильные и многочисленные языческие народы. Но еще до завоевания земли обетованной на горе Синай Бог даровал народу заповеди. На эти заповеди можно положиться. «Они тверды, на веки и веки, основаны на истине и правоте». Тому, что закон Божий заслуживает доверия и приносит радость непорочным, посвящен весь 118-й псалом. Заповеди были частью завета с Богом, заключенного с народом через Моисея. Псалом заканчивается утверждением, что страх Господень является началом премудрости. Эта идея объединяет 10-й стих псалма с книгой «Притч», ну, в том числе и с другой литературы мудрости. Мудрость человека проявляется в следовании закону Божию, потому что он дает понимание основ устроения мира, его физических и этических законов. «За чудные дела Божии, явленные людям того незаслужившим, ему подобает бесконечная благодарность и хвала вовек». В отличие от древнего Израиля, в основе исторической памяти, которого был исход из Египта, а в последующем возвращение из Вавилонского плена, существенное значение для христиан имеет не только воспоминания о воскресении Христовом, но и литургическое соучастие в этом воспоминании, соединенное с преломлением хлеба. Для многих направлений иудейского религиозного мира важна буквалистичность следования этим заповедям. Ну, вспомним хотя бы закон о субботе. По-разному мы смотрим на мир. И то, что для нас называется способом, средством исполнения заповедей, для них видится это по-другому. Мы во многом по-христиански интерпретируем тексты Священного Писания с философских позиций. Догматические, аллегорические, нравственно-этические. Но не все мы его исполняем буквально. Кто из нас сейчас, я имею в виду из христиан, христиан исполняет этот закон о субботе в той мере, в которой его исполняют евреи. Ну, иудеи, потому что есть некоторые евреи и христиане. Для них вот эта буквалистичность, она выходит на первый план. Потому что ведь сказано, что нужно исполнять. Сам Христос говорил, что ни одна йота, ни черта не придет из закона. Так что вопрос даже не в том, что, а в том, как мы видим исполнение этой заповеди. Где здесь границы между буквом и духом? Где здесь вот та самая грань, через которую никто не может переступить? Когда Христос говорит о том, что никто не исполняет закон, он на сто процентов прав. Потому что если исполнять его по букве, во всех мелочах, вот прям все-все-все, что сказано у Моисея, то сейчас его никто не исполняет. Хотя бы взять за основу один такой постулат, один из китов, на котором держался ветхозаветный религиозный мир, это жертвоприношение в храме. Нет жертв, нет иудейской религии. Потому что она вся строится. Потому что очищение от греха, оно должно быть запечатлено соответствующей жертвой в храме. А если нет очищения от греха, а есть только виртуальное в мыслях повторение этого текста, которое воспринимается как словесная жертва, тогда возникает вопрос, почему такая двойная интерпретация. Здесь нет жертв, и вы воспринимаете в качестве жертву словесную жертву, то есть прочтение текста. А здесь вот в отношении субботы говорите, что кто не соблюдает субботу, тому грозит гена огненная. Где эта шкала? К сожалению, и в христианской свете тоже есть другие противоположные перегибы, которые тяготеют к полной аллегории и при этом уходят на второй план необходимость соблюдать букву Священного Писания. Как мне, порой бывает, хочется напомнить в отношении буквы, что мы должны каяться не только в том, что мы не убили, ну то есть по букве исполнили одну из заповедей Десятисловия Моисея, а не только не прелюбодействовали, и слава Богу, если люди сейчас, они не вдаются в такие тяжкие грехи, но еще и не завидовали. Ведь Десятая заповедь не пожелая имущества ближнего твоего. А у пророков ясно говорится, что кто нарушил одну из заповедей, тот нарушил весь закон. Потому что закон, он воспринимается в целокупности. Вот как и в современной нашей юридической системе жизни, так сказать, в том праве, в котором мы живем, есть очень много запретительных законов. Но если ты нарушишь один из них, ты сияешь в тюрьму. Неважно, какую ты нарушил заповедь. Степень тяжести – это степень твоего наказания, сколько лет ты там проведешь. И поэтому получается так, что у нас есть и самих перекос родителей. Мы не чтим, завидуем. А уж я не говорю про имя Божие, про любовь к Богу, про то, чтобы у нас не было других богов. Это вообще первые четыре заповеди Моисея. Это такой редкий повод для исповеди. Об этом никто и не задумывается. На повестке дня только не украл, не убил, не прелюбодействовал. Три. Люди, кажется, сейчас в трех заповедях. А то, что я желаю иметь дом такой же, как у меня у соседа на Рублевке, неважно, что у меня четыре этажа уже есть. У него пять. Неважно, что я езжу на Лексусе. У него Бентли. Притом у меня белый Лексус, у него красный Бентли. Я тоже такой хочу. Вот люди так меряют. То есть они же не меряют о том, что не на Рублевке, а где-нибудь в Химках молодой парень, попавший в автокатастрофу или участник боевых действий где-нибудь на Востоке оказался инвалидом в одолине коляски, и он на эту пенсию максимум, что может съесть, макароны с солью. Человек, живущий на Рублевке, не сравнивает себя с инвалидом, участником боевых действий. Он сравнивает себя с тем, у кого больше, чем у меня. И завидует так, что аж прям себе и другому печень съел. Вот так. Тут орел Прометей отдыхает. Когда мы касаемся системы жертвоприношения, это мы же чуть дальше отходим от текста Псалма, надо сказать, что жертва, она не, как-то сказать, не очищала человека от греха. Она заглаживала его вину. В этом большая разница. Кровь для ветхозаветного мышления это вместилище души. Убил человека, то есть убил душу, равно пролил кровь. Лишил жизни. То есть лишить души, лишить жизни, пролить кровь практически одно и то же. В Ветхом Завете работал такой принцип заместительной жертвы. Око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, кровь за кровь. Но, чтобы люди не убивали друг друга, Господь попустил, чтобы они приносили жертву животных. И получается, что животное было, как бы, замещало кровь человека. Но в этом случае парадокс этих жертв заключается в том, что сама эта кровь приносится к алтарю Божию. Не к другому человеку. Вот я убил твоего брата, и чтобы ты не убил меня, я принес тебе козленка из своего стада, и вот перед тобой пролил кровь. Это по-другому все работало. Вот. А получается так, что в этой системе взаимоотношений, особенно, когда мы говорим о теократичности устройства древнего мира, вот тем, кому должна была принеситься жертва, это был Бог. То есть, представим себе, спустимся на землю, представим себе семью, два брата и отец. Ну, прям как Адам, его Каин и Авель. И вот подрались два брата, и один другого убил. Ну, есть еще третий брат, который был этому свидетелю, допустим, так. И возникает вопрос, если действовать по принципу кровь за кровь, жизнь за жизнь, тогда надо было убить убийцу. Но для того, чтобы убийца осознал не просто даже вину, а ценности этой жертвы, ему попускается это, так сказать, отработать. Каким образом? Тяжким трудом он взращивает животное. И первый плод от своего стада, который дается ему нелегко, он приносит на алтарь Божий с тем, чтобы хотя бы немножко осознать, что он наделал. И вершителем, вернее, совершителем этих судеб, тот, который принимает жертву, является Отец, Отец Небесный. Он как бы разрешает спор, выступает судьей в этой ситуации, критерием истины. И принимая жертву, он принимает не потому, что ему хочется что-то взамен, а ему хочется, чтобы виновник хоть что-то осознал, хоть как-то вот пришел в чувство. если он действительно любит своего ягненка, рода, которого он принимал, которого до года растил, который не вошел в свою силу, а человек, который занимается пастушской жизнью, он по-настоящему, если он настоящий пастух, он не может не любить своих животных, потому что они ему дороги, он жизнь свою за них отдает, он там гоняется за преступниками, которые воруют, он идет с палкой на льва, медведя и волка, а в древности ну какое было оружие там с палкой можно было помахать на волка, а вдруг этот волк меня самого укусит, представляете, тут тоже такая ценность жизни, охраняя стадо, я рискую своей жизнью. Вот представим себе, насколько жалко должно было человеку убивать этого Агнеса, проливать его кровь, жалко, и тем самым он должен был осознать, насколько жалко было Богу, когда ты убивал своего брата. Вот тут работают вот такие образы. В этом случае эта жертва, она свидетельствует о покаянии человека, как бы запечатлевает его осознание своей вины, но при этом сам грех не снимается, потому что грех совершенный, он уже сделанный, все, он уже дело-то совершено, его уже не воротишь, брата не воскресишь, все, вина, промах, ошибка уже сделана, но чтобы получить от Бога благоволение, чтобы Бог, как отец, не отвернулся окончательно, сказал, не хочу с тобой общаться, а чтобы простил, человек приносит эту жертву, ради того, чтобы дальше жить, трудиться, общаться с Творцом. Вот так это работало, если мы говорим об идее жертвоприношениях в качестве заместительной жертвы, в этом случае кровь играет существенную роль, потому что она является самым ярким, заметным символом жизни этого животного, животное, решенное крови, не может дышать, не может действовать, оно мертво. Понятно, что в этой системе жертвоприношений были разные критерии, преднамеренные, непреднамерные жертвы, их были комплексы, целая система была ритуалов, как они соединялись друг с другом еще, мера моего достатка и мера самой жертвы. Были жертвы за грех, а были жертвы благодарственные. Это когда я ни в чем не виновен, но приношу Богу начатки своих плодов от первого урожая, и самое интересное, что в этом случае эта жертва как бы мне возвращается, я имею право вкушать от этой жертвы. Отсюда ее другое название пиршественная жертва, эти первые плоды становятся частью праздника. Почему евреи любили ходить три раза в год в Иерусалим? Потому что в связи с аграрными циклами праздники Пятидесятницы и праздники кущи, они были связаны со сбором урожая. Вот представь себе, самые лучшие, самые первые плоды ты приносишь в храм, их благословляет священник от имени Бога, и ты начинаешь их есть, там же, не отходя от храма. Это настоящий праздник. Настоящий праздник. чем тяжелее грех, тем безвозвратнее жертва. Жертва всесожжения, жертва, от которой тебе недостается нечастье, она полностью сжигается на жертвеннике. Нет, жертва всесожжения, от которой человек ничего не берет. Она потому и все сожжения ола, а потому что полностью сжигается весь корпус. Ну, как мы знаем из евангельского текста, конечно, потом была развита торговля жертвами с животными, но по идее это неправильно. Вообще, эта система денежной замены жертвы появилась не так давно по отношению к Рождеству Христову. Предполагаю, что в 60-х годах до новой эры при известной паре еврейских мудрецов Иуда бен Табай и Симон бен Шатах при царице Соломея Александре появляется теологическое объяснение возможности так называемого заместительного выкупа вместо телесных увечий. Закон Моисеев Суров украл отрубают руку там глаз могут выколоть но наносят физические увечья так работал этот закон и вот тут с помощью этой пары фарисейских мудрецов появляется объяснение рациональное теологическое объяснение почему можно дать денежный выкуп вместо нанесения телесных повреждений и тогда как я уже вам шутил иерусалимский храм очень быстро разбогател все римские правители резко захотели его ограбить скорее всего с этого времени когда входит денежная единица в обмен на те или иные жертвы и появляется возможность покупки жертвы а по хорошему счету человек должен был принести жертву от плода рук своих ну все занимались скотоводством земледелием поэтому у каждого в семье был какой-то ягненок это знаете как у нас сейчас прошу прощения за такое колоритное сравнение мы где сейчас держим запасы продукта питания в холодильнике правильно купили допустим на вербное воскресенье на православной ярмарке баночку икры заодно кусочек колбаски и в холодильник пусть там полежит до Пасхи а потом съедим понятно что в холодильнике это хорошо сохраняется но в Израиле в жаркую пору какой там холодильник вот таким в ковырьках холодильника был запас ягнят которые впаслись рядышком но в любой момент это как холодильник брался ягненок зарезался и из него устраивался праздник то есть собственно живые животные которые были в каждом двору это был тот самый холодильник про запас помнить как в притче о блудном сыне очень быстро отец заколол упитанного теленка потому что это был такой некий резерв который всегда был при себе на случай непредвиденных обстоятельств ну а вдруг какой-нибудь там богатый жених к невесте пришел где там на рынке покупать срочность собственных кладовых вот из-под полы мука а в загоне вот какой-то самый жирненький представитель рогатого скота выкуп появился не так давно вот то есть покупка жертвых животных повторюсь ей в тот момент когда Христос изгонял продающих из храма на мой взгляд было не больше ста лет во времена Христа это стало каким-то уже общепринятым явлением то что было позволительно стало общеупотребительным вот в этом весь парадокс ведь и во втором и у и у моисея тоже мы находим что-то в разводном письме но во времена Христа это стало чуть ли не повсеместным явлением в этом собственно критика Иисуса Христа Иисуса Христа